Следующий материал для тех, кто не успел подготовиться к женскому празднику заранее, завтра рискует провести день в нервных поисках. Какой бюджет выделить для достойного букета цветов, как правильно выбрать главный атрибут 8 марта и чего на самом деле ждут от мужчин женщины, узнавала моя коллега Алена Губаева. Праздник еще не начался, а мужская половина города уже захватывает цветочные лавки в поисках заветного букета. Сегодня для коллег тюльпаны, а завтра уже побегут мужчины покупать розы женам. Цены повысились, поэтому от 500 рублей можно сделать букетик. Подорожали, но не сильно. В основном рост коснулся роз. Одна штука с длинным стеблем обойдется в 200-250 рублей. Хризантемы 100-150, тюльпаны в районе 100 рублей. Символ праздника, мимоза в магазинах в среднем по 100 рублей за ветку. Спрос рождает предложение. По городу начали курсировать такие цветочные маршрутки. Поскольку обычно берут букеты, поскольку штук? Ой, вы знаете, берут от одного цветочка до 60. Из какой страны? Вологодская область. Наши? Да, наши. Ничего себе. Не импортные. Но со мной поставщик цветов по-прежнему Голландия. Долгие путешествия им не страшны, если соблюдать условия хранения. В магазине проверьте цветочный холодильник. Если температура выставлена на 5-7 градусов, цветы будут долго радовать своих хозяек. Обратите внимание на лепестки. Они должны быть упругими. И на стебель. Если он подсушен и с желтым налетом, значит недобросовестные торговцы пытались реанимировать пропавшие цветы кипятком. Долго им не простоять. Отдельный вопрос, как выбрать букет по вкусу избранницы. Флористы утверждают, для этого достаточно знать возраст и любимый цвет возлюбленной. Есть женщины, которые постарше, им как-то более подпочтительные такие желтые цветы, чисто белые. А по молодежной девушке, она как-то любит своеобразные букеты. Сиреневый, с белым. Купить лишь полбеды. Важно уметь продлить жизнь букету. Химия не обязательно. Главное – постоянный уход. Перед тем, как их ставить в водичку, надо обязательно подрезать. Потому что, когда цветок приходит, у него срез сухой. Подрезали сразу воду. И он начинает бить воду. Но цветы – это мелочи. У женщин заявки серьезнее. Что бы хотели получить на 8 марта? Ну, наверное, цветы, улыбки, забота мужской, внимание. А что дарить будете вообще? Цветы. А остальной секрет? Цветы. Только вот, чтобы они были в горшке и цвели вот красиво. Там орхидеи или что-то. Будем гореть радость. Да? Улыбки, хорошее настроение. Кажется, счастье близких, родных. Это самое главное. И здоровье вот малышей. Без главного атрибута праздника любимых оставлять нельзя. Главный совет при покупке цветов – будьте внимательнее к девушкам-флористам. Они – одни из немногих, кто работает в свой праздник без перерывов и до самой ночи. Алена Губаева, Владимир Богомолов, Александр Дятлев. Вестник Северодвинска.